здравствуйте приветствую вас на канале евгена роста и специально для век мы продолжаем изучать fusion 360 в прошлый раз мы нарисовали сами вот такой столик сейчас мы продолжим создавать предметы которые мы будем заполнять рабочее пространство нашего стола сейчас мы создадим такой простой инструмент который есть у каждого это обычный карандаш и так с помощью инструмента create sketch на виде сверху мы нарисуем несложный эскиз выберем инструмент cycle инструмент окружность из центра рисуем как-то так и выберем инструмент полигон тоже как из центра так вот нарисуем все нажмем клавишу d и нанесем размер очень важно чтобы была включена активирована английская раскладка иначе клавиша d не будет работать и центральная окружность пусть будет 2 миллиметра она для нашего шестиугольника сюда до сюда мы создадим размер 7 миллиметров нажмем ok далее мы нарпим в клавке create extrude применим операцию экструзия вот к этому круглому профилю и зададим размер 180 миллиметров нажмем ok также активируем опять наш эскиз и повторим операцию extrude но вот уже для вот этого профиля также пусть будет это 18 миллиметров простите 180 миллиметров обязательно здесь выбираем операцию новое тело не баре и нажимаем ok видим в браузере у нас появилась два тела это грифель и корпус карандаша теперь нам необходимо его заточить итак во вкладке construction мы с вами выберем axis through cylinder ось через цилиндр и выберем цилиндр нажимаем ok у нас появилась вами такая вот штрих пунктирная линия проходящий через центр нашего карандаша теперь мы во вкладке construction также выберем инструмент который называется play through two edges поверхность через две грани кликнем левой клавишей и выберем где противоположные грани на поверхности нашего карандаша вот эту и вот эту видим появилась такая превьюшка поверхности плоскости которая разбивает пополам наш карандашик нажимаем ok и в браузере вот здесь вот в construction мы можем наблюдать plane 1 написано правой клавиш по нему кликаем и нажимаем create sketch хорошо давайте сверху помощью инструмента line вот с привязкой вот к этой вот точке видим появляется такой треугольничек это значит центральная линия и мы к ней автоматически привязываемся делаем раз клик и как-то вот водя сюда в сторону сюда и вот так мы создаем такой замкнутый профиль такого треугольника теперь мы во вкладке create выберем с вами инструмент revolve и убираем вот в этом диалогом окне профиль это вот этот треугольник axis ось это вот эта ось которую мы с вами задали видим красненький цвет операция cut то есть это горгой вырез у нас сейчас нажимаем ok и видим что да действительно наш карандашик заточился теперь я предлагаю перейти на эскиз ниже на нижней поверхности карандаша отключим уже существующий эскиз и зададим новую кликнем левой клавишей мыши по данной поверхности затем правой и выпадающей меню выберем create sketch хорошо выберем инструмент центр диаметра cycle и вот да вот этих вот углов мы продолжим как то вот так вот выберем операцию extrude кликнем вот вот этой поверхности по этому профилю и произведем операцию extrude на 7 миллиметров но в графе в графе direction мы выберем symmetric и будет такой вот симметрично вытягивание обязательно ставим здесь не баре нажимаем ok активируем обратно тот эскиз на основании которой мы сейчас производили экструзию этого колпачка держателя для ластика и выбираем опять операцию extrude и убираем уже вот эти вот все профили то этот вот этот так так здесь и вот так и центрально и производим операцию но где-то вот будет на 15 миллиметров выберем опять не баре нажимаем ok так отключим данный эскиз отключим нашу ось вращение единственное что наверное вызовем вкладке modify инструмент fillet кликнем по этой грани немножко закруглим наш ластик нажмем ok замечательно буквально пару кликов мы создали с вами модель обычного карандаша перейдем в рабочее пространство рендер нажмем с вами выберем вот этот инструмент appearance и давайте применим операции так выберем например и например радар софт применим вот к этому телу про клавиши здесь по этому материалу edit и давайте пусть будет у него цвет ну такой вот обычного как пластика нам да хорошо теперь нам нужно с вами металл выберем наверное бронзовый но какой-то вот такой блестящие сюда хорошо так теперь нам нужен можем 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 давайте вкладке вот выберем с вами финиш ну пусть будет при бамбук и применим вот так вот оставим материал как бы вот такой вот простой карандашик буквально пару кликов мы с вами создали на этом данное видео заканчивается в следующем видео мы продолжим нарисуем стаканчик для карандашей и все это разместим на рабочей поверхности нашего стола спасибо за внимание до новых встреч пока пока